Братья и сестры, я всех приветствую! Вы знаете, на территории современной Европы есть самый древний язык, а это греческий язык. Это не только один из древних языков, это также один из древнейших письменных языков, и как таковой он оказал огромное воздействие на все языки Европы, а через языки Европы на многие языки мира. Благодаря именно греческому языку произошли тысячи слов в разных языках всего мира. К тому можно добавить, что и многие науки зародились в Греции, и поэтому существует огромный пласт еще и научной терминологии. Такой вот богатый греческий язык был и остается источником для новых понятий, новых слов в области науки, образования, медицины, техники и вообще даже разговорного языка. Ну, я говорю об этом, потому что вот мне нужно начать проповедь со слова, которое можно произнести просто на русском языке, а можно произнести на русском, но вот в греческом происхождении. И вот мне кажется, что все-таки большее впечатление в нас оставит греческое происхождение. Ну, я хочу говорить о слове «страх». В русском языке я могу сказать просто слово «страх», или я могу сказать «фобия» или «фобия». Ну, фобия – это тоже страх, только это уже научное слово. Слово, которое открывает для нас иногда и очень даже болезненное состояние человека. Точно не смогу сказать, сколько можно считать фобий человека, но иногда можно встретить списки, там, 10, 15 или 20 основных страхов человека. И вот этот вот список обычно включает себя, в числе первых обычно включает себя, ну, к примеру, страх перед полетами на самолете, боязнь замкнутого пространства, страх высоты, конечно, страх смерти, боязнь темноты и многое-многое другое. Ну, получается, что существует довольно много таких вещей, от которых человеку бывает страшно. Ну, вот эти вот несколько предложений о страхе, как вступление, вот для того, чтобы ввести нас в рассуждение, которым будет посвящена вот эта вот часть нашего богослужения, вот мое желание – предложить несколько мыслей, о том, что Священное Писание говорит о вине человека перед Богом. Вина человека перед Богом. Ну, вы спросите, а при чем же здесь страх? Ну, вот мне кажется, я думаю, я смогу это показать, что одно и другое, они не могут существовать отдельно. То есть, если есть вина, то обязательно будет страх. А больше того, страх, как и чувство вины, они одинаково могут действовать на человека. Вот я, к примеру, думаю, мы все с вами знаем, что, ну, страх вот в буквальном смысле может парализовать человека. Точно так человека может парализовать и чувство вины в смысле неспособности свободно жить. Ну, я как-то читал и даже слышал о том, что вот врачи, специалисты, особенно по психическим заболеваниям человека, иногда вот представьте себе, как консультантов, они приглашают вот свою практику, приглашают верующего человека. Наблюдая за тем, как развиваются вот психические болезни людей, они говорят вот, говорят о том, что вот многим-многим больным, душевно больным людям, оказывается, священник нужен больше, чем врач. То есть, они понимают, что многие душевные болезни человека являются результатом проблем, а которые в корне своем связаны именно вот с чувством вины человека. Человек не справляется с чувством вины, и как результат надламывается его состояние. И вы знаете, что получается? А получается, что вина, как состояние человека, ну, в конечном итоге является не медицинским, а богословским термином. Вина не просто какой-то механический сбой в человеке, а люди нарушают закон Бога. Люди совершают грех, и это ни в коем случае не проходит бесследно. Люди нарушают закон Бога, люди совершают грехи, и такое не происходит бесследно. И вот это вот сознание греха, оно остается универсальным среди верующих и неверующих. И вот это сознание греха очень часто оставляет нас с вами беспокойными. То есть, люди одинаково знают, чувствуют, что вот есть всемогущий Бог. И этот всемогущий Бог, ну, он просто недоволен нашими пороками. Ну, а теперь о библейский текст, который тоже поможет ответить на вот хотя бы некоторый вопрос вообще о страхе человека. Это будет послание к евреям, 10 глава. Вот пока вы будете открывать, немножко напомню, о чем это глава. Мы обратим внимание на вторую часть этой главы. И вот так вот очень интересно рассуждает апостол Павел. Сначала он говорит об уверенности верующего человека в приближении к Богу. И вот так вот открывает и говорит, что вот действительно, когда мы приближаемся к Богу, в нас должна быть уверенность. Он даже призывает к этому с уверенностью обращаться к Богу. И отвечает на вопрос, почему, вот откуда берется эта уверенность. Эта уверенность, она основана не на наших заслугах, а на заслугах первосвященника. Дальше звучат предупреждения к верующим людям. Вот опять очень интересное, важное предупреждение. Предупреждение против осознанных грехов. То есть Павел предупреждает в этой главе против осознанных грехов верующего человека. То есть когда человек отказывается от раскаяния. И вот как аргумент он приводит, как пример он приводит аргумент из Ветхого Завета. И он говорит, посмотрите, что происходило в Ветхом Завете. Что происходило тогда, когда человек отвергался закона Моисея? Что происходило тогда, когда человек отвергал закон Моисея? Он говорит, без милосердия наказывался смертью. Это аргумент апостола Павла, его обращение к верующим людям, быть осторожными в том, чтобы не ожесточить свое сердце в грехах своих. Вы знаете, как самое главное предупреждение вообще против грехов звучат слова апостола из Ветхого Завета. Это 30 стих. «Господь будет судить народ свой». Хорошо, братья и сестры, давайте подумаем. «Господь будет судить народ свой» – слова из Ветхого Завета. Это повторяется в Новом Завете. Но давайте мы спросим, хорошо, Господь будет судить народ свой, и что из этого? Вот что нам с вами нужно знать о суде Бога? Нужно ли нам с вами знать о том, что Бог будет милостив ко всем? Нужно ли нам с вами говорить о том, что Его любовь безусловна? Давайте мы с вами прочитаем заключение к серьезному предупреждению этого отрывка. «Итак, Господь будет судить народ свой» – 31 стих. «Страшно впасть в руки Бога Живого». Ну вот к тому списку фобий давайте мы добавим еще один страх. Страх, о котором я уверен, многие люди думают, не говорят, но об этом думают. Страшно впасть в руки Бога Живого. Ну, между прочим, современный человек, да и не только современный, он делает и сделает очень многое, чтобы как-то оградить себя от мыслей о Боге. И вот, скорее всего, вот именно в смысле наказания полностью оградить себя от Бога невозможно. И вот мы снова коснемся страхов человека. То есть невозможно полностью из нашей совести стереть страхи. То есть как бы то ни было, чтобы человек не предпринимал, человек остается, знаете, вот этот вот невысказанный, мучительный страх. Страх того, что Бог накажет в любой момент. Может быть, братья и сестры, это просто мои догадки, может быть, именно из-за этого, именно поэтому человеку вообще бывает страшно. Конечно, есть причины, почему одни боятся высоты, другие замкнутых пространств. А вот подумайте, пожалуйста, а почему вот, ну, я уверен, что большинству-большинству из нас иногда бывает страшно в темноте, не так ли? Почему в темноте ночью можно испугаться собственной тени? Испугаться и даже потерять вот дар речи? Может быть, матерью всех остальных страхов, и лежит вот этот страх человека, страх впасть в руки Бога Живого. Мы боимся, что наши грехи в один миг настигнут нас. Больше того, мы знаем, что Он видит каждое наше движение, Он отмечает каждую нашу мысль. И вот этот вот страх перед наказанием от Его рук никогда не может быть искорнен из человека, который продолжает грешить, который отделает грех. Ну, я напомню реакцию Моисея и израильтян на присутствие Бога на горе Синай. Но люди вообще этого не могли выдержать. Они как-то выставляли Моисея и говорили, иди ты, а и говори с Богом. А Моисей вынужден был воскликнуть «Я в страхе и трепете». Ну, я думаю, мы понимаем, что все-таки страх и чувство вины могут быть связаны, то есть и одно, и другое может парализовать человека. А есть ли какой-то выход? Есть ли какой-то выход из состояния, о котором я с вами говорил? Братья и сестры, позвольте привести еще одну иллюстрацию о виноватом человеке перед Богом. Вот мне кажется, если вообще говорить о Библии, вот вы заметите, это неизвестная история, историю, которую нелегко найти, потому что она записана в малых пророках, а их тяжело читать, и не всегда мы с вами их читаем. Но вот мне кажется, братья и сестры, я думаю, вы согласитесь со мной, что самая яркая иллюстрация, самая замечательная, прекрасная иллюстрация, в которой возможно увидеть, что происходит с виноватым человеком перед Богом, это будет книга пророка Захарии. Книгу пророка Захарии очень легко найти. Если вы откроете вашу Библию там, где начинается Новый Завет, то книга пророка Захарии – это предпоследняя книга Ветхого Завета. То есть, если начнете листать влево, это будет вторая книга. Книга пророка Захарии, третья глава. В начале этой главы мы с вами находим три действующих лица – первосвященник, ангел Господень и сатана. Первосвященник, ангел Господень и сатана. Вот опять интересно. Если нам когда-то приходится думать или говорить о сатане, то в большинстве случаев нам кажется, что вот сатана наиболее могуществен в своей работе по искушению человека. Однако, читая Священное Писание, мы находим, что сатана также грозен в своей работе и по обвинению человека. И поэтому в нашей христианской жизни очень важно учиться сопротивляться искушениям, но в нашей христианской жизни очень важно научиться противостоять насмешкам сатаны-обвинителя. Этому тоже необходимо научиться. Сатану в этом смысле можно назвать не просто обвинителем народа Божьего, но именно это очень злой обвинитель народа Божьего. Ну вот, мы же с вами говорили, вот, простите, без него страшно впасть в руки Бога Живого. То есть даже без сатаны человеку уже страшно впасть в руки Бога Живого. А вот как злой обвинитель народа Божьего, сатана иногда делает себя неузнаваемым. Он может выдать себя за личность Духа Святого и обманом погрузить человека в глубокое смятение. Он может заставить нас чувствовать себя хорошо, тогда, когда мы должны чувствовать себя виноватыми. Наоборот, Он может заставить нас чувствовать себя виноватыми, когда мы должны быть спокойны. Итак, пророк Захария. Ну, немножко контекст. Во время возвращения израильского народа из Вавилонского плена, во время восстановления храма, первосвященником был человек под именем Иисус, Иисус, сын Иосидеков. То есть когда вот дальше в проповеди я буду упоминать имя Иисус, я буду иметь в виду этого первосвященника, ну, чтобы, может быть, если вы отвлечетесь от проповеди и потом снова включитесь в проповеди, я вдруг скажу что-то об Иисусе, чего не было настоящему Иисусе. То есть речь идет об Иисусе, первосвященнике, Иисус, сын Иосидеков. Ну, напомню, что первосвященник – это главный представитель всех священников и единственное лицо, которое имело право совершать некоторые священодействия. Вот, пожалуйста, вспомните из книг Ветхого Завета. Вот кроме священодействия, что еще больше всего, ярче всего отличало первосвященника? Одежда. Именно одежда больше всего отличала первосвященника от других священников. Вы знаете, еще очень интересный библейский текст. Эта одежда делалась из самых драгоценных материалов и делалась для чего? Вот книга «Исход», 28 глава, 2 стих, говорит о том, что эта одежда была сделана для славы и благолепия. Это была очень-очень красивая одежда. Это очень была величественная одежда. То есть, когда первосвященник был одет в этой одежде, вот красивая одежда, и все выглядело очень величественно. А вот теперь, имея в виду то, что мы с вами сказали об одежде первосвященника, давайте прочитаем книгу пророка Захарии, первые 7 стихов 3 главы. Показал он мне Иисуса. Это видение пророка Захарии. Показал он мне Иисуса великого Иерея. Ну, в русском языке Иерей – это священник, а великий священник – это первосвященник. Иисус, о котором мы с вами говорим, сын Ясидеков, первосвященник израильского народа. Итак, что происходит? Великий Иерей – первосвященник, стоящего перед ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку Его, Господа, для того, чтобы противодействовать Ему. Обратите внимание на слово «противодействовать». То есть, что значит «противодействовать» в каком смысле? Посмотрите, вот по-английски очень тоже хорошо написано «в смысле обвинять». Что значит «противодействовать»? Для чего сатана находится по правую руку от Бога, вот и перед ними – первосвященник, для того, чтобы обвинять? Что происходит дальше? Второй стих. «И сказал Господь сатане, Господь, да запрети тебе сатана, да запрети тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он исторгнута из огня? Иисус же был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественной. И сказал, возложите на голову чистый кедар. Возложили чистый кедар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, так говорит Господь Саваоф, «Если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дома и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». Ну, это вот такое вот видение пророка Захарии, которое касается проблемы, проблемы нечистого священства. Вы прочитали сцену из зала суда, очень-очень похожую на то, что происходило в книге Иова. Ну, мне кажется, очень-очень похожую. Сатана пришел с той же самой цели. Он пришел обвинять, обвинять первосвященника в недостойном священстве. Сатана говорит правду. А правду говорит о том, что потому что Иисус действительно находится перед Богом в грязных одеждах. Сатана обращает внимание на грязную одежду, в чем и обвиняет Иисуса. То есть, посмотрите, Сатана действительно выбирает очень уязвимое место, потому что одежда действительно на нем была грязная. Но Господь защищает. Братья и сестры, очень-очень богата иллюстрация о вине человека перед Богом. Итак, когда обвиняет Сатана, что делает Бог? Защищает. Братья и сестры, запомните это для всей своей жизни. Когда обвиняет Сатана, что делает Бог? Бог защищает. Посмотрите, второй стих. Господь да запретит тебе Сатана, Господь да запретит тебе избравший Иерусалим. Дальше очень-очень интересные слова. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Головня, исторгнутая из огня. Что это такое? Ну, это тлеющий или уже обгоревший кусок дерева, который удалили из центра пламени. Мне кажется, это очень интересно и очень важно. Обугленная поверхность этого предмета, она все еще покрыта смолой и копотью. И возьмите в руки этот кусок, и на вас останутся черные пятна. Между прочим, братья и сестры, головня, исторгнутая из огня, это каждый из нас с вами. Каждый христианин, это головня, исторгнутая из огня. Искупленные Господом, взятые из пламени рукой Господа. Но теперь ответьте сами, из какого пламени? Из пламени ада. Головня, исторгнутая из огня. Из пламени ада, исторгнутая из огня. И очень важно, все еще покрытый копотью. Братья и сестры, мы искупленные, но не безгрешные. Искупленные, но не безгрешные. И в затрывках мы с вами замечаем, что сатана очень быстро обращает внимание именно на эту грязь. Знаете, для чего? Для того, чтобы мы больше осознавали свой грех, чем милость Бога. Итак, первосвященник занимает положение обвиняемого в присутствии ангела Господа, который выступает в роли судьи. На первосвященнике грязные одежды. Ну, обвинение – это очень излюбленная тактика сатаны против верующих, что очень сильно отличается от обличения Духа Святого. То есть Дух Святой тоже обличает грех, Дух Святой тоже показывает на грех. Но для чего? Для того, чтобы побудить человека к покаянию. А цель сатаны – это осуждение, это уничтожение, но ни в коем случае не искупление. То есть основанием обвинений сатаны в том, что первосвященник недостоин. Хорошо, а если первосвященник недостоин, как же будут прощены люди? Если первосвященник израильского народа недостоин, как будут прощены люди? Если он не может совершить служение и искупление, как будут прощены люди? Интересно, что обвинение сатаны, вот как я уже отметил, оно было встречено божественным порицанием. Бог останавливает уста сатаны. И даже больше. Ангел Господа снял грязные одежды первосвященника и облег его в другие одежды. И тоже написано – одежды торжественные. На голову был одет чистый кедар, чистое, тонкое белое полотно, которым обвивалась голова первосвященника. Вы знаете, это опять образ нас с вами. Это образ того, как Бог одевает своих искупленных. Образ того, как Бог одевает своих искупленных. Мы с вами вот точно так обличены в праведность Христа. Так что нам с вами не нужно смущаться в присутствии Бога. Ну вот только представьте себя, вот вы пришли на богослужение, не заметили, да, и вы оказались в грязной одежде среди вот нас всех с вами, среди многих людей. То есть единственных среди присутствующих. Ну вот одно дело – совершить вот такую вот оплошность, да, и не заметить грязь на своей одежде и прийти в общество. Но совсем другое дело – явиться в присутствии Бога в запачканной одежде. То есть мы с вами читаем это очень важное предупреждение о том, что оказывается, в тронном зале Бога вот человеку необходимо быть хорошо одетым. В тронном зале Бога человеку необходимо быть хорошо одетым. Одежду для такой встречи невозможно купить и невозможно снять на прокат или занять у кого-то. Почему? Потому что у Бога свой собственный набор одежды. По своей милости Он дает нам эту одежду. И в этой одежде, только в этой одежде мы не испытываем смущения перед Богом. Одежда, которую дает Господь, она не изнашивается и даже никогда не выходит из моды. Мы с вами знаем из Священного Писания, что самый первый набор одежды для человека создал Бог. Самый первый набор одежды для человека создал Бог. Это был акт божественного милосердия, когда была покрыта нагота Адама и Евы. То есть Бог смилостивился над позором и удалил смущение людей. Между прочим, Он и сегодня точно так продолжает одевать каждого запятнанного грехом человека. Это тоже наша с вами главная мысль. Бог продолжает и сегодня одевать каждого запятнанного грехом человека. Захария пишет, что после того, как Господь устранил беззаконие Иисуса и облачил его в чистую одежду, Бог увещевал Иисуса. Он услышал следующие слова. «Если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой, наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». То есть это уже наставление любящего Отца. Вот в этом коротком эпизоде Иисус, первосвященник, испытал как обвинение сатаны, так и наставление Отца. Но это, скорее всего, мало отличается от того, что переживаем мы сегодня как христиане. Когда мы сегодня грешим, братья и сестры, мы можем получить обвинение сатаны. Так же и обличение Духа и Святого. И одно и другое может быть направлено к одному и тому же греху. Но посмотрите, цели разные. Цель сатаны – принести нам вред. Он хочет увести нас с вами от Бога. А Дух Святой желает увести нас с вами от греха. Он желает, чтобы наше осознание греха приблизило нас к Богу. Поэтому сатана хочет, чтобы мы погибли, а Дух стремится спасти нас. Итак, еще раз третий стих. «Иисус же был одет в запятнанные одежды и стоял перед ангелом». Я думаю, мы с вами понимаем, что страх и чувство вины, которое в буквальном смысле способно парализовать человека, мы замечаем, что сам Иисусу ничего не говорит в этой истории, потому что, в принципе, сказать нечего. Одежды действительно грязные, обвинение на месте, сатана говорит правду, да, и вот только остается слушать, а что же скажет Бог, что же сделает Бог. То есть очень часто вот это вот чувство вины, оно парализует человека. И знаете, вот если мы с вами не знаем, если мы неправильно понимаем, что происходит, вполне возможно, что вот это вот чувство вины может удержать человека от обращения к Богу. Вполне возможно, что чувство вины может отвлечь человека от самой главной цели нашей жизни, угождать Богу. И очень часто результатом вины становится страх человека. Ну а теперь вот несколько выводов вот о том, о том, о чем мы с вами прочитали. Первый вывод касается того, что называется чувство вины человека. Чувство вины человека. Мы очень-очень внимательно должны различать вину человека и чувство вины человека. это не одно и то же. Вина человека и чувство вины человека это не одно и то же. В каком смысле? Ну вот чувство вины субъективно. Простите за такое слово, другого не подобрать. Чувство вины субъективно или в каком смысле оно зависит от самого человека. Чувство вины зависит от самого человека. Ну получается, что иногда мы можем чувствовать себя виноватыми, когда нет никакой вины. И наоборот, мы можем чувствовать себя невиновными тогда, когда вина есть. То есть чувство вины, оно зависит от человека. Однако вина человека, она объективна. Но не зависит от того, что мы с вами чувствуем. Потому что вина связана с действительным положением вещей. Поэтому вина человека перед Богом – это не чувство. Это не просто психологическое состояние, хотя может им стать. Вина человека перед Богом – это юридический статус. Вина человека перед Богом – это юридический статус. Ну давайте посмотрим на то, как сегодня происходит дело в зале суда. Вы знаете, приговор вот здесь, в нашей стране, выносит председатель жюри присяжных. Это его работа. Когда в зале суда, вот это произносится, вот это вот слово «виновен», когда произносится это слово «виновен», это не комментарий чувств человека, это приговор. Виновен – это не то, что человек чувствует, подсудимый, а это приговор. Обвиняемый был признан виновным в совершении преступлений, в которых его обвиняли. «Виновен», и теперь к нему будут относиться соответственно, независимо от того, что он или она могут чувствовать. То есть получается, что вопрос не в том, что чувствуют ли себя люди виноватыми. Мои чувства или их отсутствие не увеличивают и не уменьшают мою вину. В первую очередь, это личное положение человека перед святым Богом. Вина – это личное положение человека перед святым Богом. Каждый раз, когда мы с вами грешим, мы навлекаем на себя вину. Человек становится должником Бога. То есть в этом смысле грех очень-очень похож на долг. Поэтому иногда в молитве «Оченаш» мы с вами просим и прости нам долги наши, потому что грех, он очень сильно похож на долг. То есть если мы нарушаем закон Бога, мы несем на себе вину. Ну, вообще, если вот подумать об этом, вы знаете, наша вина, она действительно велика. Единственный способ для человека справиться с этой виной – это взывать. Взывать к спасительному служению Христа. Единственный способ справиться с виной для человека – просить милости. Ну, я приведу этот пример из одной из притч Господа Иисуса Христа. Помните этого неверного правителя? Вот когда ему нужно было разобраться в том, что же теперь делать дальше, рассуждая, он говорил, господин, отнимают у меня управление домом, копать не могу, и потом он добавил, мне стыдно просить. Братья и сестры, все, что может сделать должник, который не в состоянии заплатить, это просить. И мы просить должны. Мы живем по благодати, мы живем прощением и радуемся уверенности в том, что когда мы исповедуем грехи, Бог обещает простить их. К сожалению, к большому сожалению, иногда сердце человека просто ожесточается. Но приведу еще одну иллюстрацию, это вот опять из книг пророков. Пророк Иеремия, вы знаете, вот они вот не всегда были людьми, которые говорили красивые слова, да, приятные слова. И вот такие вот образы, может быть, они пугающие, но они как-то открывают действительность. Вы знаете, вот говоря об ожесточении израильского народа, пророк Иеремия использует очень интересный образ, это 3 глава, 3 стих, зато были удержаны дожди, не было дождя позднего, но у тебя в израильском народе, говорит, был лоб блудницы, ты отбросила стыд. То есть вот такой вот образ лоб блудницы, что это значит? Ну, скорее всего, время говорит о человеке, который перестал стыдиться. То есть когда-то вот это вот женщине, поскольку речь идет о женщине, может, ей было стыдно. Когда-то она краснела, но перед тем, что нужно было делать, а теперь, постоянно нарушая закон, постоянно повторяющимся грехом, человек приобретает вот этот лоб блудницы. То есть разучились стыдиться из-за грехов, а они краснеют. Это образ человека, который отказывается от раскаяния или подавляет чувство вины. Действительно, есть люди, которые виноваты в самых тяжелых преступлениях, однако не испытывающие никаких чувств вины. То есть еще раз хотел бы повторить, что отсутствие чувства вины не оправдывает поступки человека. И вот эта вот вина исчезает только тогда, когда мы справляемся перед Богом. И вот эта вот правота человека перед Богом, она доступна в любое время. Почему? Потому что мы с вами служим прощающему Богу. Но вот Бог никогда не заставляет человека просить у него прощения. А поэтому цена настоящего прощения – это настоящее покаяние. Настоящее покаяние и раскаяние – это то, что человек должен сделать сам. Никто другой не будет, не сможет сделать это за него. А никто не сможет раскаяться за меня, и я не смогу раскаяться ни за кого другого. Вы знаете, вот как христиане нам вот в этом смысле очень нужно проверять нашу жизнь. Почему, братья и сестры? Потому что благодать Божья и особенно вот эта вот милость прощения – это самая могущественная сила, доступная для нас с вами для свободы. Благодать Божья и особенно вот эта вот милость прощения – это самая могущественная сила, которая делает нас с вами сегодня свободными. Бог не хочет, чтобы мы с вами были парализованы или скованы чувством вины. Библия очень ясно об этом говорит. Бог не хочет этого. Он хочет, чтобы мы осознавали свои грехи. Бог хочет, чтобы мы осознавали свои грехи. И как любящий, хороший родитель, Он стремится вывести нас из жизни, в которой есть страх и вина. Он ведет нас с вами к жизни, где мы делаем то, что правильно и то, что приятно Ему. Евангелие в этом смысле человеку дарует свободу. Свободу от вины, свободу от страха, свободу служить Богу и угождать Богу всем, кто мы есть. Следующее. Ну, подобно тому, как существует разница между действительной виной человека и чувством вины, существует разница между действительным прощением человека и чувством прощения. Точно так, как вина объективно не зависит от наших чувств, прощение тоже объективно. Прощение Бога тоже не зависит от наших чувств. А вот как раз-таки прощение, чувство прощения, оно субъективно. Чувство прощения не может быть заключительной или основной проверкой прощения. То есть если Бог объявляет человека прощенным, этот человек действительно, объективно и полностью прощен. То есть прощение – это реальность. То есть человек может иметь чувство прощения, когда ему не прощают. Это тоже опасность. Ну многие люди, вот сегодня, я думаю, встречали таких людей, которые очень явно, открыто делают то, что Бог запрещает. И в то же самое время говорят, что у них мир на сердце. То есть существует ложный и обманчивый мир. Бог прощает, рассказываешь себя от человека, но никогда не дает человеку разрешения грешить. Бог никогда не дает человеку разрешения грешить. Когда Бог прощает человека, он прощается независимо от того, чувствуем мы это прощение или нет. Когда Бог прощает человека, он прощается независимо от того, что мы чувствуем прощение или нет. Ну вот я как-то говорю об этих чувствах. Вы знаете, есть причина, братья и сестры, потому что действительно, вот мне кажется, сегодня существует большая опасность. Опасность быть, стать чувственными христианами. Чувственными христианами в каком-то смысле? Чувственный христианин, он живет чувствами, он живет тем, что он чувствует. Вот. Хорошее настроение, это значит, Бог присутствует в моей жизни. Плохое настроение, Бог покинул меня. Чувствую прощение, прощен, принят Богом. Не чувствую прощения, не прощен, не принят Богом. Духовный христианин, вот к этому призывают на священное писание, он должен жить Словом Божьим, должен жить Писанием. Напомню, очень интересный, знакомый для нас с вами юбилейский текст. Вера от чего? От слышания, от слышания от Слова Божьего. Но обратите внимание, вера не от того, что мы с вами чувствуем, вера не от чувствования, а вера от слышания. То есть, для нашей веры очень-очень важно, ну, насущно важно что-то знать. То есть, без знания и священного писания, ну, вера будет слабой, хромающей, непостоянной. То есть очень важно для веры священное писание, слушание священного писания. Ну я приведу пример одного из христианских проповедников, известного, Алистер Бек, я думаю, для многих известный человек, прекрасный, замечательный служитель, замечательный проповедник, но больше того, человек, который, знаете, одарен таким здоровым чувством юмора. А вот он рассказывал, как-то слушал его проповедь, в которой он говорил, что со своими друзьями он посетил богослужение какой-то церкви, это была большая церковь, он говорит, когда только начиналось служение, ну выходил человек, который приветствовал людей, и говорит, что приветствие этого человека началось со слов «привет», да, и потом он спросил зал этот человек, как вы себя чувствуете? И вот Алистер Бек, он с таким юмором говорит, ну все, у меня достаточно, с меня хватит, говорит, мне можно уже уходить из этой церкви. То есть из этого простого вопроса, да, вот как вы себя чувствуете, замечательный проповедник, человек, который знает священное писание, он прекрасно понял, что он не туда попал, потому что в церкви нельзя начинать с вопроса, что вы себя чувствуете. Он даже так интересно рассказывает, слушай, говорит, ну давай представим, я сегодня поругался с женой, у меня вот в жизни вообще все не в порядке, все неправильно, вот я пришел на богослужение, слушай, ты меня спрашиваешь, как я себя чувствую? Ну подумайте, как вы сегодня одевались на богослужение? Вот мне, к примеру, сегодня было очень трудно подобрать галстук, я уже просто, знаете, как сдался, я говорю, время уже пора ехать, вот этот одену и все. Ну вот бывает же такое, да, братья и сестры, то есть с кого вопроса должно начинаться богослужение или какой главный вопрос для каждого из нас с вами в богослужении? Я опять приведу вот слова Алистеробега, этого проповедника, он говорит, самый главный вопрос для людей, которые приходят на богослужение, спросите, что вы знаете. Он говорит, спросите меня, что я знаю, спросите меня, что я знаю о Боге, спросите меня, что я знаю о грехе, спросите меня, что я знаю о человеке, спросите меня, что я знаю о пути спасения, то есть спросите меня, что я знаю, но не спрашивайте, а что я чувствую. Я совсем не хочу сказать о том, что в жизни христианина не должно быть никаких чувств. Нет-нет, это другая крайность. Знаете, почему? Потому что Богу мы с вами служим как личности. Мы служим всем, кто мы есть. Мы служим разумом, мы служим Богу чувствами. Только нельзя начинать с чувств. Нельзя начинать с чувств, потому что Евангелие в первую очередь должно быть направлено к разуму человека, а не к его чувствам. Ну, приведу еще раз, попробую объяснить это на примере того, что можно назвать чудом Евангелия. Вот это чудо Евангелия, оно в первую очередь, знаете, касается того, нашей объективной вины, той вины, которую мы вполне и не чувствуем. И только затем, когда мы с вами начинаем ценить наше новое положение перед Богом, только тогда меняются наши чувства. А вот этот момент, когда Бог начинает преобразовывать наши чувства, чувства преобразовываются тогда, когда мы знаем, братья и сестры, когда мы осознаем наше новое положение перед Богом. Чувства начинают преобразовываться тогда, когда мы осознаем, что мои долги покрыты. Вы знаете, вот история о том, как люди обращаются к вере, они различаются от одного человека до другого. Но есть одна нить, которая присутствует, я думаю, постоянно в каждом человеке, можете проверить себя. Возможно, когда человек приближается к Богу, он приближается без даже явного осознания своей вины. И даже без какого-то чувства в том, что вот ему нужен Бог. А человек приходит на богослужение, чувствует себя в безопасности, ему нравятся люди, ему нравятся служения, песни и так далее. То есть он хорошо себя чувствует, когда посещает богослужение церкви. Но, вы знаете, вот никто не может защитить себя полностью от воздействия Бога. А Бог часто, это его тактика, это путь спасения для человека, очень часто он начинает вызывать у людей беспокойство. То есть потихоньку, потихоньку у человека начинается беспокойство. И затем это беспокойство приводит к осознанию греха. И затем это приводит человека к более глубокому ощущению своей вины перед Богом. Бог ведет человека за пределы простого чувства вины. Господи, если ты будешь замечать беззаконие, кто устоит? Невозможно устоять перед Богом. Когда Бог начинает замечать беззаконие человека, невозможно устоять. И вот тогда, только затем происходит это чудо Евангелия. Почему? Потому что Дух Божий приводит нас с вами к вере во Христа. Это чудо Евангелия. Бог замечает грехи человека, беззаконие человека. Для чего? Для того, чтобы привести к вере во Иисуса Христа. Мы видим, что Он взял на себя наше наказание за грех. Наша вина снята. Нас помиловали. Мы читали с вами в видении Захарии. Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественной. То есть, по мере того, как мы начинаем лучше понимать Евангелие, осознание того, что мы больше не виновны, начинает проникать в наш дух и влиять на наши чувства. То есть, вы видите, на первом месте стоит то, что мы с вами знаем, то, что мы с вами находим в Священном Писании. Мы с вами освобождены как от вины за грех, так и от вины, о которой мы с вами чувствуем в своей совести. И вы представляете, ведь в принципе мы с вами можем жить в присутствии Бога. Почему? Вот свободно жить в присутствии Бога. Потому что Он приветствует нас с вами, как своих сыновей и дочерей. Не так ли? Это настоящее чудо Евангелия. Понимаете, что это за настоящая духовная терапия? Вот когда Бог показывает человеку его вину, Он не говорит, что в принципе тебе не о чем беспокоиться. Бог наоборот говорит, ты виноват. Но говорит это для того, чтобы привести человека к вере. Говорит это для того, чтобы показать, что есть способ избавиться от вины перед Богом. То есть, в любом случае, в первую очередь, нас с вами нужно привести к месту, где мы скажем, я виноват. И только потом приходит это чудо прощения. Итак, цель обвинения сатаны – не восстановление, а разрушение. Меньше всего сатана хочет видеть раскаяние человека, потому что никогда не бывает ему радости, если грешники приходят в себя и оставляют свои грехи. И, скорее всего, сатана хочет обратного, чтобы человек покорился своему греху. Он хочет, чтобы все были в рабстве. И поэтому его мучения направлены на то, чтобы сделать грешников ожесточенными и враждебными по отношению к Богу. Он очень хочет, чтобы грешники жалели себя и обвиняли Бога в своем бедственном положении. Мы уже с вами заканчиваем. Буквально несколько мыслей будем молиться. Приведу притчу о блудном сыне. Как пример. Вполне возможно, было бы надеяться, что вот младший сын, проклиная свиней, начнет обвинять Бога. Но этого не произошло. Наоборот, человек пришел в себя. Однако, позиция сатаны очень-очень хорошо отражается в отношении старшего сына. Помните, как интересно написано, что он осердился и не захотел войти. Здесь мы видим гнев человека на что? Гнев человека на милость Отца. Гнев человека на милость Бога. Это настоящий менталитет дьявола. Менталитет дьявола обвинять, а не прощать. Братья и сестры, вот почему христианину не подобает осуждающий дух. Вот почему христианину не подобает осуждающий дух. Вот почему апостол Павел так решительно говорил о силе, которую мы находим в твердыне Христа. Давайте мы прочитаем этот текст и будем заканчивать. Послание к Кримлянам, 8 глава, 33-34 стихи. Послание к Кримлянам, 8 глава, 33-34 стихи. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога, он и ходатайствует. За нас. Вы знаете, наша защита от обвинений сатаны – это Евангелие. Поэтому сатана презирает Евангелие. Он отрицает Евангелие. Именно поэтому сатана делает все для того, чтобы люди искали оправдание где-то еще, но не во Христе. Христос облачает нас своей совершенной праведностью. Сатана предлагает нам обвинение. Сатана судит. Сатана часто будет говорить наши уши, что наши одежды грязные, что мы слишком грешны, чтобы угодить праведному Богу. Но во Христе мы с вами говорим. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Братья и сестры, мы действительно угождаем Богу, когда сопротивляемся искушениям дьявола и не грешим. И, безусловно, вот часть нашего духовного роста, она как раз в том, чтобы противостоять искушениям. Но ведь все-таки мы с вами грешим снова и снова. И опять, если говорить о духовном росте, мы, возрастая в нашей вере, мы понимаем, что мы больше грешим. Мы понимаем и находим больше способов, в которых мы грешим против Бога и против других людей. И вот часть нашего духовного роста, она и заключается в том, чтобы быть уверенным, что Бог принимает нас. Он спасает нас не из-за нашей безупречной жизни, а из-за того, что мы облачены в праведной одежде Христа. Бог обличает наш грех. Вы знаете, вот Его обличение, оно, это боль, которая приводит нас в объятие любящего Отца. И мы с вами действительно угождаем Богу, когда не оставляем Бога. Мы действительно угождаем Богу, когда не отступаем от Бога. Этого хочет сатана, искуситель. Мы угождаем Богу, когда возвращаемся к Нему. А сатана делает все возможное, чтобы предотвратить это. Центральный акцент в Новом Завете сделан именно на чудо прощения. То есть Библия говорит о грехе человека, говорит о вине человека перед Богом. Но все-таки центральный акцент в Священном Писании на чудо прощения. То есть в центре Евангелия прощение человека, а не грех человека. Ну, на этом я закончу. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. У вас желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.